Всем привет из-за детства! Сегодня у нас 7 апреля 2024 год. Всех поздравляю с праздником, с благовещением. Сегодня, знаете, ничего нельзя делать. Как говорят, даже птичка-гнездышко не вьет. А я встала на весы сегодня. Хочу вам немножко похвастаться. И у меня 52 килограмма. Обычно у меня было там 54, 54 с копейками, а сегодня 52, чему я очень рада. Что, знаете, за зиму не отъелась, а наоборот немножечко пришла в форму. Итак, как прошла сегодняшняя наша ночь? Слава Богу, все было тихо, спокойно. Но вечером, когда мы уже практически уснули с Евой, дали воздушную тревогу, и буквально через минуту прогремел взрыв. И утром я уже прочитала о том, что была выпущена опять ракета какая-то очень быстрая, которая буквально там 30 секунд или минута, и она быстро, в общем, прилетает. И была атакована портовая инфпорт. В общем, пострадала женщина одна, получила ранение. Тоже выбитое стекло там. В общем, это все есть в интернете. Вот у нас погодка. Туман стоит очень-очень сильный, и дождь сейчас пошел прям, ливень. Только лягли спать. Тихо. Включили тревогу, пишут, баллистика с Крым. Поэтому мы быстренько в коридор выскочили. У нас еще дождь такой, похолодало на вечер, туманом накрыло. В общем, надеюсь, все хорошо будет, все. Так, соседи убежали в паркинг прятаться, девочки. А мы остались в коридоре, в общем. Надеюсь, что все будет хорошо, но взрыв уже прозвучал. Да? Вот у нас ночки, да? Ночки, ночки. Только собрались спать. Такое туманище еще. Я думала, сегодня будет тихий, спокойный. Вот, так что было громковато. И, по-моему, за ночь больше не было воздушных тревог. Либо, если были, то у нас было все тихо, спокойно. По крайней мере, я ничего не слышала. Погода... А, вчера еще вечером... Ну, не вечером, а, наверное, где-то после обеда накрыл туман. Очень густой был туман. И воздух был очень-очень холодный. Прям, знаете, осень такая пришла. Потом вечером, тоже где-то в часика 8, начался очень сильный дождь. Прям такой проливной. Я немного снимала его. Не знаю, получится у меня вставить или нет. Прям такой хороший дождик прошел. Знаете, когда наступает весна, в любом случае весенний дождь, он пройдет. И после него еще больше, знаете, зазеленеет и все. И можно даже сказать, что, ну, вообще, все, лето начинается в Одессе, ребята. Просто начинается лето. Особенно после дождя. Это сейчас еще больше расцветет. Еще больше будет травы, деревья зазеленеют. В общем, хорошая погодка. И сегодня мы проснулись. Вот, солнечно. Тучек. Ну, так, немножечко есть облака, но, в принципе, хорошая погода, ветра нет. Сегодня воскресенье. Сегодня, я думаю, многие будут гулять у моря, дышать морем. Потому что у нас, когда наступает, у нас такая погода весенняя. Ну, не только у нас. У всех, я думаю, во всех городах люди выходят куда-то в парки свои. Мы на море все идем, поэтому... Ну, плюс сегодня еще праздник. Сегодня ничего делать нельзя, как я уже говорила до этого. Поэтому сегодня отдыхаем. Я вчера уже там постирала. Цветы я, кстати, пересадила. Не знаю. Может быть, покажу в этом видео. Просто мне писали, покажи, как ты пересаживаешь цветы. Я обычно просто одну землю убираю, в новую землю сажаю. Все, никаких я не добавляю ни дренаж там можно. Ну, в общем, я такой цветовод, знаете, любитель. То есть, профессионального я профессионально к этому не отношусь. Просто меняю землю. Раз, там, в два, в три года цветам. И по весне. Потому что цветы нужно пересаживать. Насколько я раньше читала, их нужно пересаживать вот как раз в это время. Апрель. Ну, май, наверное, уже поздно. Ну, в общем, и если цветок не цветет. Потому что если цветы цветут, их нельзя пересаживать, нельзя трогать. Так говорят, по крайней мере. Вот, поэтому цветы я пересадила, вещи постирала, все вчера прибрала. Поэтому сегодня выходной у нас. Ой, еще одна пришла. Иди сюда. Покажись. Покажись. Привет. Зрители за тобой скучают, говорят, чтобы я тебя очень часто показывала. Да. Твои танцы. Расскажи что-нибудь. А бабушка прочитала, что... Ну... Мам, выключи камеру. Ну, скажи, я потом обрежу, если что. Выключи. Не надо кривляться только. Я делать домашку сюда пришла. Ну, взять мою домашку, например. Покажи свою домашку. У меня есть вот домашка, вот домашка. Прописи. Да, я в прописи. Прописи. Да, я в прописи. Танцеристка. Танциристка, гимнастка, все в одном. Вообще, ребята, сегодня будет такое коротенькое видео. Всем желаю мирного дня, мирного неба. Надеюсь, что сегодня будет у нас тихо, спокойно, хотя бы в этот день. Вот. И спасибо огромное всем, кто вчера написал добрые комментарии по поводу того, чтобы я снимала хотя бы коротенькие видео. Потому что многие привыкли. И многие привыкли ежедневные видео, в общем, от меня получать. Поэтому я буду стараться. Надеюсь, что сейчас уже потеплеет и можно будет куда-то выезжать, больше на море проводить время, больше велопрогулок, больше куда-то ездить. Вот. Потому что, ну, обычные бытовые дни, знаете, как-то снимать не хочется мне, если честно. А в идеале, кстати, мне приглашали на Западную Украину или на Запад Украины, как правильно говорить, в Карпаты съездить. Но когда у нас такая наступает весна, я не люблю ехать в холод. Потому что, ну, в холод, в сырость в Карпатах хорошо это летом. Когда у нас, например, июль-август, когда у нас там жара очень жестко, особенно если аллергия у кого-то есть из семьи, вот эта вот августовская, тогда классно ехать в Карпаты. Вот. У меня было желание поехать в Ужгород на поезде с Евой, потому что Ева никогда не каталась на поезде. Я хотела именно посмотреть Ужгород. Мне кажется, это очень интересный город. Он находится на границе с Венгрией, если я не ошибаюсь. И там свой тоже диалект такой украинско-мова, но там как бы со своими этими ехать. А я все слышу на поезде в город. Какой? Да, да, я не слышу. Бушгород. Да, Бушгород хотела бы я съездить. Но, не знаю, надо будет посмотреть, что там. Ну, так, знаете, тоже на два, на три дня. Но очень далеко ехать. По-моему, часов двадцать на поезде надо ехать туда. И там весной тоже очень красиво. И в Киев можно было поехать. Но в Киев я боюсь сама ехать, потому что город большой, и он тоже бывает обстреливается. Мне некомфортно. Это, знаете, кто знает Киев, вот с теми нужно ехать. Вот. А я не знаю. Я тоже не знаю. Ну, поехали. Поехали. Ева со мной всегда. За любой кипиш. Она мне уже говорит, ой, как-то дома скучно, надо куда-то поехать. Типа, там, в Египет опять. Ее же там развлекали, понимаете. Для нее там было райское место. Ладно, ребята, всем мира, всем добра. И до новых встреч. Может быть, еще одно видео сегодня запишу, если поедем на велопрогулку сегодня. Всем пока, всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok